Вот я послушала Путина на Валдае и на вопрос о Сирии. Он сказал, что в принципе успешно Россия действовала в Сирии. Вот вам переадресовываю этот вопрос, что происходит в Сирии, насколько действительно Сирия успешна. И чем вот сейчас какая расстановка сил в Сирии? Ну в военно-политическом плане Россия достигла успеха. Ну это факт. То есть по сути можно даже сказать, что на сегодняшний день, по крайней мере, если не случится ничего, какого-чего-то невероятного, то Россия, Иран и Турция победили в этой войне, а США и Запад проиграли. Ничего себе. Да. Это конкретно, ну на мой взгляд, я могу это констатировать. Потому что по всем параметрам, ну чисто если анализировать по целям, которые хотели достичь стороны, Россия достигла всего, чего хотела абсолютно. То есть начиная от сохранения при власти Башара Асада, заканчивая усилением своих позиций в Сирии и соседних странах и расширения своей военной инфраструктуры. То есть они все это сделали. Они сохранили правительство, они дали, они помогли ему вернуть под контроль большую часть территории Сирии. Они вышли на рынки соседних стран через Сирию, убедив их в том, что теперь они здесь заправляют, а значит этим странам надо разговаривать с русскими. И сейчас, например, Россия является главным посредником в процессе нормализации отношений между Ливаном и Сирией. Вот Ливан общается через Россию. Они вышли на рынок Иордании, поскольку убедили Иорданию прекратить свою попытку, а не попытку, извините, политику антиасадовскую, которую они ввели с 2011 года, развернуть политику на 180 градусов и поддержать вот эти вот бои в Южной Сирии, когда сирийское правительство вернуло себе контроль над границей с Иорданией. Иордания тогда просто закрыла границы и сказала, да, все, пожалуйста, возвращайте. А боевиков, которые она поддерживала, она их просто кинула. Это тоже происходило при участии России. И сейчас Россия помогает Иордании открыть эту границу, чтобы возобновить торговлю. Потому что для Иордании сейчас очень важно привлечь деньги, у них сейчас экономический кризис. Они пытаются выйти сейчас на рынок Ирака, тоже через Сирию, говоря, что вот мы контролируем границу, мы же контролируем все в Сирии, давайте дружить. И, собственно, Ирак, поэтому сейчас, скажем так, если коротко, многие арабские страны в регионе, из-за того, что Россия усилила свои позиции посредством вмешательства в Сирию, они начали на них смотреть уже не просто как на что-то там, на какой-то тень Советского Союза, блеклую, а на серьезного игрока. А еще больше России помогло то, что с приходом к власти Дональда Трампа администрация в Штатах начала разворот в сторону политики и уменьшение своего влияния. То есть сохранение каких-то минимальной инфраструктуры, которая необходима для того, чтобы она работала, то есть чтобы они сохраняли свое присутствие минимальное. Но, скажем так, сохранять максимальное влияние при минимальных затратах. Вот это то, что они делают. Это предусматривает, что Штаты некоторые процессы могут забросить, и особо там ту же Сирию, например, поскольку у Штатов там нет национальных интересов на самом деле. То поэтому отсюда идет вот эта риторика Трампа, что мы можем и уйти из Сирии, зачем нам тратить на это деньги. И вот это помогает России, потому что, по сути, создается вакуум влияния, которое они заполняют. А у них такие возможности есть. И сейчас Россия пытается использовать вот свои возросшие позиции на Ближнем Востоке, в том числе, чтобы общаться с Европой. Они вот, сейчас их риторика, она сосредоточена вокруг тезисов о том, что вот смотрите, мы можем помочь стабилизировать Сирию и другие страны. Значит, у нас есть зонтик безопасности вокруг Ближнего Востока, как минимум субрегиона Леванта. Это Сирия, Леван, Иордания, там, Палестина. Вот если хотите, давайте мы вам поможем, например, стабилизировать эти страны, чтобы не было больше потоков беженцев. А вы, например, снимете часть санкций. Или просто будем дружить. Вот, и это действует. Вот, судя по последним телодвижениям Европы и России, это действует. То есть при сохранении санкций Россия усилила свое влияние и воздействие на многие европейские столицы. Особенно на те страны, где к власти пришли правые национал-популисты, которые более лояльно, скажем так, смотрят на вопрос нормализации отношений с Россией. Поэтому я скажу так, что Россия действительно, для них Сирия пока что это успех. Сейчас она входит во вторую фазу своей сирийского конфликта. Это переговоры и политический процесс. Если они его выиграют, тогда можно уже говорить о том, что в долгосрочной перспективе Россия действительно возродила свои позиции советские, скажем так, советское влияние на Ближний Восток. И действительно, ну как бы добилась всего, в принципе, чего хотела. И саммит в Хельсинки с Дональдом Трампом это результат их ближневосточной политики. То есть ни европейской, ни каких-то там их призывов, что мы вот великая держава, а именно ближневосточной политики, которая заставила их считаться, и европейцев, и американцев считаться с русскими как вот, ну, как минимум вот с равной силой. То есть понятно, что они никогда не станут там сильнее тех же штатов, но тем не менее, они являются влиятельным игроком. Поскольку они заинтересовали США. То есть они вот показали, что вот у нас есть, смотрите, какие у нас тут позиции стали, вот давайте вот торговаться. Вот у нас есть такие, такие, такие карты. По поводу, а вот политический процесс, это намного сложнее, потому что война это одно, а вот принести мир, это уже намного, это вдвое сложнее. И теперь, как бы, все будет зависеть от того, чем закончатся мирные переговоры, и чем закончится политический процесс перехода Сирии от состояния войны в состояние мира и на каких условиях. То есть если это произойдет на условиях Москвы, тогда можем окончательно сказать, что в принципе, да, там как бы все понятно. То есть в принципе, они достигли всего, чего хотели. Но там, но я пока в этом не уверен, конкретно в этом вопросе по поводу политического процесса. Слишком много интересов, слишком много стран, и вот на переговорах уже, то есть тут уже не решают танки, артиллерия, солдаты. Тут уже решает вот именно уровень глобального влияния на мир. А тут пока лидируют Соединенные Штаты. По поводу расстановки в Сирии, ну, по сути, сейчас остались, кроме сирийского правительства, основными участниками конфликта, которые остались еще держаться, это, во-первых, курды, которые контролируют северо-восток Сирии. У них как раз они, у них линия разграничения между ними и сирийским правительством как раз по реке Ефрат. Во-вторых, это антиправительственные коалиции боевиков, которые сейчас сосредоточены в провинции Идлиб. Это северная, одна из северных сирийских провинций, которая не подконтрольна Дамаску. Это одна из, это вот последний регион во всей Сирии, который контролируется антиправительственными группировками. Последний из всех вот больших анклавов. Кроме них, это еще турки, которые, имея, которые в результате двух военных интервенций оккупировали часть северных сирийских территорий. И сейчас в этой территории также встал вопрос, что с ними дальше делать. Поскольку явно понятно, что турки надолго туда не пришли, то есть они все равно уйдут. Но, опять же, это вопрос торгов. На каких условиях они уйдут оттуда? И, ну и, можно сказать, я оставляю это как участников конфликта, потому что подпольные ячейки террористов исламского государства, ну понятно, что они там никуда не делись, хоть и ослабли, но, я думаю, в ближайшие десятилетия они все еще будут проблемой, скажем так, для внутренней безопасности страны. То есть, по сути, вот это все, что осталось из многочисленных, просто многие участники конфликта, региональные игроки, особенно, они, ну как бы, подпадали в ходе военных операций различных, плюс из-за того, что, ну из-за изменения самого, вот самих процессов на региональном уровне, то, по сути, там как бы осталось очень мало, на самом деле, сил, которые противостоят правительству. То есть, сейчас, сейчас, позиции, самая сильная позиция у сирийского правительства, на втором месте курды, которых поддерживают Соединенные Штаты, и только на третьем месте остальные антиправительственные группировки, в том числе, Аль-Каида, которых поддерживает Турция в провинции Идлиб. Вот, по сути, если вот так просто, ну и грубо немного сказать, то вот, три основных силы остались. И сейчас встает вопрос, что делать с вот этим анклавом на севере боевиков, то есть, что с ними, как с ними поступить. И идут переговоры между Дамаском и курдами. И вот сейчас у России вот этот вот топ-приоритет, это заставить их нормализовать отношения, то есть, избежать каких-то войн. и потому, что если они этого добьются, тогда встанет вопрос о том, что по сути военное присутствие США уже не нужно, поскольку они же дружат. Зачем там сохранять американский контингент, если курды уже дружат с Дамаском? И Россия сейчас пытается склонить их к переговорам.